Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41 канала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Коммунальный беспредел без тепла, света и воды. Когда транспорт станет по-настоящему общественным. Воронежский не урожай. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. США. Консультативная группа экспертов управления по контролю за продуктами и лекарствами одобрила вакцину Pfizer от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет во время голосования по видеосвязи во вторник. Из 18 членов с правом решающего голоса 17 проголосовали «за». И у нас был один воздержавшийся, сказала федеральная уполномоченная Кейтлин Хейс. Эквадор. Тысячи протестующих прошли маршем по улицам Кита во вторник в знак протеста против экономических мер, принятых правительством президента Эквадора. Гильермо Лассе. Демонстрация, которую созвали различные группы из различных социальных секторов, призвала к снижению цен на топливо и увеличению рынка труда. Мексика. После трех дней пути на север из Топаулы во вторник в муниципалитете Уистла можно было увидеть мигрантов, которые стирали одежду и спали на улицах. Мигранты заполнили улицы, окружающие католическую церковь, где они разместили свои палатки для сна. Женщины и дети укрылись в религиозном центре, чтобы, как сообщается, защитить себя от властей. Перу. Конгресс Перу отложил голосование по утверждению нового кабинета министров страны после смерти конгрессмена Фернандо Иреры в понедельник. Сообщалось о столкновениях между полицией и протестующими перед зданием палаты. На снимках видно, как полиция использует водометы для разгона толпы демонстрантов, собравшихся возле Конгресса, как сторонников, так и противников правительства президента Педро Кастильо. Конгресс Перу отложил голосование по инаугурации нового правительства до четверга 4 ноября. Китай. Жители Пекина присоединились к очередям на тесты COVID-19 во вторник, когда Китай активизирует усилия по борьбе с распространением коронавирусных инфекций, что привело к крупнейшей вспышке в стране за последние месяцы. Вчера Пекин обнародовал новые меры по сдерживанию распространения COVID-19. Власти Пекина призвали жителей не покидать город без необходимости и запретили въезд в китайскую столицу жителям регионов с новыми инфекциями. Вспышка впервые была обнаружена 16 октября среди туристической группы полностью вакцинированных пожилых граждан из Шанхая, которые путешествовали по нескольким северным регионам. За последнюю неделю в стране было зарегистрировано более 100 случаев заболевания в 11 провинциях. До начала зимних Олимпийских игр в Пекине осталось всего 100 дней. И во вторник организаторы опубликовали кадры, кампусы и Олимпийской деревни. Китай обещает эффективные и безопасные зимние Олимпийские игры 2022 года. Несмотря на то, что подготовка к ним была омрачена многочисленными местными вспышками COVID-19, Пекин станет первым городом в мире, где пройдут как летние, так и зимние Олимпийские игры. В освещение преобладали призывы правозащитных групп к бойкоту игр, среди причин которых отношение Китая к Тибету, мусульманам и Гурам и Гонконгу. Ни одна страна-участница еще не заявила, что будет бойкотировать конкурс, хотя многие законодатели Европы, США и Великобритании проголосовали за то, чтобы их дипломаты бойкотировали мероприятие. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ожидается, что все участники будут ежедневно проходить тесты COVID-19, в то время как и на играх в Токио прошлым летом международные зрители не были допущены. Китай возглавил таблицу золотых медалей на летних Олимпийских играх 2008 года и занял второе место в Токио прошлым летом. Однако их результаты на зимних играх были слабее. Китай выиграл всего одну золотую медаль на последних зимних Олимпийских играх в Хенчхане, заняв 14 место в общем зачете. Швейцария. Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах высоко оценил подготовку к зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года в Лазанне во вторник. Бах также похвалил Китай за меры, принятые в рамках подготовки к играм. Зимние Олимпийские игры запланированы на 4-е 20 февраля 2022 года в Пекине. Япония. Бывшая принцесса Мака, племянница нынешнего императора, объявила о своем скором браке со своим возлюбленным из колледжа, причем не королевской крови Кии Камура, на пресс-конференции в Токио во вторник. Мака отказалась от своего императорского титула, как это принято. Пара была помолвлена 4 года назад и с тех пор находится в центре пристального внимания бульварной прессы и общественности. Ожидается, что пара переедет в Нью-Йорк, где Камура работает в юридической фирме. Греция. Трое детей и женщина стали жертвами кораблекрушения в Игейском море у берегов острова Хиос во вторник. Спасательные команды были на месте происшествия и доставили 22 оставшихся пассажиров в безопасное место в порт на Хиосе. Один человек все еще числится пропавшим без вести. По данным береговой охраны Греции, судно вышло из Турции и получило серьезные повреждения из-за неблагоприятных погодных условий. Италия. Улицы Катании были завалены мусором после наводнения обрушившегося на сицилийский город во вторник из-за мощного циклонического шторма. Проливные дожди превратили улицы и площади Катании в реки и озера. По данным местных властей, наводнения стали причиной по меньшей мере двух смертей. Австрия. Тысячи антиковидных активистов собрались во вторник в Вене на акцию протеста против правительственных мер, направленных на ограничение распространения коронавируса. Протестующие прошли маршем по центру города, неся флаги и транспаранты со своими требованиями. Германия. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял официальное отстранение федерального правительства от должности в своей официальной резиденции дворце Бельвью в Берлине во вторник, в котором принял участие уходящий канцлер и ее министры. Во время своего выступления Штайнмайер осветил наиболее важные вехи в политической карьере Ангелы Меркель и затем вручил сертификаты ей и уходящим членам федерального правительства. В соответствии со статьей основного закона Штайнмайер попросил Меркель оставаться на своем посту до тех пор, пока не будет назначено новое федеральное правительство, поскольку предстоящая коалиция светофоров все еще ведет переговоры. Новости ближнего зарубежья. Белоруссия. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во вторник посетил красную зону в ковид-отделении Центральной районной больницы города Лида. На кадрах президент надевает маску перед входом в отделение и опрыскивается антисептиком в целях безопасности. После посещения отделения Лукашенко выступил перед врачами больницы и заявил, что в стране снижаются темпы распространения ковид-19. Он отметил, что за неделю число заболевших снизилось на 2-4% и добавил, что текущая обстановка вызывает осторожный оптимизм. По данным университета Джона Хопкинса, за последние сутки в Белоруссии было выявлено 1997 новых случаев заражения ковид-19. Всего с начала пандемии в стране заболели 588 тысяч граждан. Новости Российской Федерации Правительство России дополнительно выделило свыше 56 миллиардов рублей для противодействия коронавирусной инфекции, а также 4 миллиарда на закупку препаратов для лечения больных, госпитализированных с ковид-19. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании по борьбе с распространением коронавируса во вторник. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России более миллиона 300 тысяч человек проходят лечение от ковид-19 под наблюдением медиков. И эта цифра превышает показатели прошлого года. При этом глава Минздрава отметил, что благодаря введению ограничений в нескольких регионах темпы заболеваемости снизились. Кроме того, по словам Мурашко, особенностью новой волны коронавируса является высокая заболеваемость среди беременных женщин и малолетних. Министр также отметил, что всего в России около 60 тысяч детей проходят лечение под наблюдением медиков. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что несмотря на большое количество вакцинированных граждан, в столице инфицированные коронавирусом пациенты занимают 12,5 тысяч коек. Градоначальник также доложил об успехе программы по проведению бесплатных экспресс-тестов на ковид-19, что помогло выявить до 5% заболевших. По данным оперативного штаба, на 26 октября в России за последние сутки зарегистрировано 36 446 случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтверждено 1106 смертей. Десятки местных жителей выстроились во вторник в очередь в торговом центре Геллери в Санкт-Петербурге, чтобы сделать прививку от коронавируса. Ранее городские власти приняли решение ужесточить ограничительные меры в связи с ухудшением ситуации с ковид-19. С 1 ноября при посещении спортивных и выставочных мероприятий, как сообщается, необходимо будет предъявить QR-код, подтверждающий, что пользователь был один раз положительно восприимчив к вирусу, получил вакцинацию или имеет медицинское освобождение от вакцинации. Кроме того, не более 40 человек смогут посещать массовые мероприятия без согласия властей. Работодателям рекомендуется организовать удаленную работу для своих сотрудников с 1 по 3 ноября. Как сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, с 30 октября по 7 ноября вводятся ограничения на работу предприятий общественного питания, розничной торговли, развлекательных заведений. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, эти дни объявлены нерабочими. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что за последнюю неделю показатели ежедневной вакцинации удвоились, но этого недостаточно. По его мнению, необходимо увеличить количество прививок в день примерно до 40 тысяч. По данным городских властей, во вторник в городе было выявлено 2735 случаев заболевания коронавируса. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 691 828 случаев заражения. В акватории Крыма прошли совместные учебные стрельбы берегового противокорабельного комплекса шахтного базирования «Утес», берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал» и сторожевого фрегата «Адмирал Григорович» по плану итоговой проверки за учебный год. На опубликованных во вторник кадрах можно увидеть процесс запуска ракет-мишеней «Прогресс» и спусковых установок комплекса «Утес», введение и уничтожение учебных целей. На учениях расчеты комплекса «Бал» выполнили задачи по уничтожению корабельной группы условного противника на ближних и дальних дистанциях, а также нормативы по смене позиции и пополнению боезапаса установок. Для обеспечения безопасности морской полигон закрыли для судоходства на время стрельб. Охрану района выполняли порядка 20 судов Черноморского флота. С понедельника в Республике Крым действуют новые антиковидные меры. Для заселения в отеле или посещения ресторана нужно предоставить действующий QR-код, а также отрицательный ПЦР-тест. На снятых в понедельник кадрах туристам в гостиницах измеряют температуру и проверяют их документы. Противовирусные меры оттолкнули некоторых отдыхающих. По словам руководителя отдела продаж отеля «Чайка» в Гурзуфе Натальи Исаевой, часть брони в гостинице отменили, но большинство туристов с пониманием отнеслись к новым правилам. Новости нашего региона. За последние сутки в Воронежской области от коронавируса умерли 73 человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 6959 человек. По данным Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, за последние сутки подтверждено 754 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 73 человека. Общее количество погибших достигло 6959. На утро 27 октября в Воронежской области прививку от коронавируса сделали 904 409 человек. Из них 786 795 двумя компонентами вакцины. Ревакцинацию прошли около 80 тысяч человек. В 57 медицинских учреждениях и в двух учреждениях соцзащиты региона развернуты 8173 койки для пациентов с коронавирусом. По данным Всероссийского штаба по борьбе с коронавирусом, 27 октября в России зафиксировано 36582 новых заражения. Умерли 1123 человека. Больше всего заболевших в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Самарской области. Всего выявлено 8 352 601 случаев коронавируса. Умерли 233 898 человек. Валерий Бобкин, 41 канал. В редакцию 41 канала обратились жильцы дома номер 292 по улице 9 января. Вот уже почти неделю, как люди живут без тепла, света и горячей воды. В причинах коммунального беспредела разбиралась Галина Жукова. С начала отопительного сезона тепло в этом доме по улице 9 января не продержалось и месяца. Причина банальна. Изношенные теплосети давно исчерпали свой ресурс. Большинство из них существуют еще с советских времен. В результате порыва трубы людям отключили отопление на время восстановительных работ. В пятницу на прошлой неделе произошло отключение отопления. На следующий день было отключено горячее водоснабжение. Произошло в результате того, что была обнаружена утечка в системе отопления, в системе горячего водоснабжения. В результате без тепла, без воды остались три дома. Трубы бесхозные. Соответственно, опрессовку их в летний период никто не делал. И получилось так, что в отопительный период выяснилось, что они непригодны к эксплуатации. Еще хуже обстоит ситуация в соседнем доме. Горячую воду здесь отключили еще 4 октября. Причем выяснить до конца причину случившегося жильцам так и не удалось. Скорее всего, это какие-то работы, недоделанные были квадрой. И вследствие этого произошла вот такая большая авария. Мы причину до сих пор сами не знаем. Нам просто отключили воду, никто ничего не объясняет. Просто воды нет. В довершении к этому, в пятницу 23 октября нам отключили еще и отопление. И в выходные дни у нас периодически отключался еще и свет. В результате коммунального беспредела страдают жильцы 128 квартир. Когда здесь появится свет, в конце туннеля не знает никто. Учитывая то, что дом и соседние дома являются электрическими, с электрическими плитами, у нас просто совершенно интересно такое впечатление, что началась война. И мы на передовой. Дом весь в ужасе, потому что в доме очень много маленьких детей, в доме много пожилых людей, в доме много людей, которые с ограниченными возможностями и не имеют возможности не то, что помыться, а просто-напросто элементарно выйти, когда отключают свет, элементарно выйти из дома, не могут туда, в тот же магазин. С отсутствием электричества в 16 этажках не работают и лифты. Одна проблема, как снежный ком, накладывается на другую. Люди замерзли. У нас у всех то ли обогреватель включен, у кого что. У нас сейчас это все же такие проводки, все это алюминиевые провода. Они сейчас не факт, что это еще что-то повредится. Конечно, дети бедные страдают. Это вообще просто. Еще в такой период коронавирус у нас у всех вообще шок просто. Люди говорят, что компенсация холодных батарей электроприборами влечет за собой дополнительные траты. Мы сейчас заплатим еще в двойном, а то и в тройном каком-то размере. Это электроэнергия. Это бьет по карману каждого. В результате поврежденной теплотрассы люди вынуждены жить по законам военного времени. В сложившейся ситуации пришлось приобрести плиту. Живем в областном центре, но не все услуги нам доступны в полной мере. Допустим, нет отопления, нет горячей воды и периодически стали отключать свет. Вот. Купили плиту, пользуемся ей сейчас для того, чтобы греть пищу, чай. Ну и в целях подогреть в комнате. Работают везде нагреватели, все работает. Но бывает так, что свет отключает и ничего не работает. Спасает только она. Супруга Александра и мама двоих детей Эльвира Зелотина признается, чтобы не заболеть, приходится основательно утепляться. Нерабочая неделя для семьи Зелотинах стала настоящим испытанием на прочность. Если бы не обогреватель, пришлось бы досрочно открывать ледниковый период. Вот когда включаешь все отопительные приборы, даже 24 градуса не получается. То есть, конечно, очень холодно. Особенно те, которые живут на первом этаже, люди, они вообще, у них выше 15 не поднимается сейчас. Восстановить теплосеть людям обещают уже в ближайшие дни. А вот когда в одной из 16 этажек появится горячая вода, до сих пор неизвестно. Ситуация усугубляется еще и тем, что обратная связь в период локдауна с коммунальными службами практически отсутствует. А потому люди продолжают бедствовать. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. В Воронеже сократили количество автобусов на период нерабочих дней. От среднего выпуска в будни на работу вышли 66% машин. Локдаун и давка в общественном транспорте – казалось бы, две несовместимые вещи. Но именно это и произошло в первый нерабочий день в Воронеже. Но с какими еще проблемами сталкиваются жители, использующие ежедневно общественный транспорт, узнала наш корреспондент Владислава Витковская. В одном из последних рейтингов российских городов по качеству общественного транспорта Воронеж занял последнюю 15-ю строчку среди городов-миллионников. В числе 76 крупных населенных пунктов страны, представленных в исследовании, столица Черноземья оказалась на 63-й строчке. Пригодность города для жизни часто определяется качеством работы системы общественного транспорта. В Воронеже для многих горожан автобусы часто являются источником раздражения, а не комфортом. Все та же беспросветная маршрутность есть в угоду перевозчикам, все та же законодательная основа стать перевозчиком любому желающему. Этого не нужно, по нашему воронежному законодательству, не нужно иметь свою материально-техническую базу, транспортное предприятие, технический персонал, специалистов, водителей, автобусы. Ничего не надо. Многократное дублирование. По московскому проспекту Плехановск у нас идет до 40 маршрутов общественного транспорта. Поэтому вы видите бесконечные гонки. Второй, третий ряд. Что они творят, это просто страшно. Потому что во главе угла зарабатывание денег. Любой бизнес – это прибыль. Но общественный транспорт не может быть бизнесом. Вот что не сходится в этой задаче. Безусловно, изменения в лучшую сторону есть, но проблем в отрасли меньше не становится. Из-за низкого тарифа пропала возможность соблюдать нужную динамику обновления транспорта. А пандемия лишь ухудшила финансовое состояние перевозчиков. Также одной из проблем общественники видят длинные маршруты. С одной стороны, удобно. Ведь это возможность доехать из одного конца города в другой, не переплачивая за проезд в нескольких транспортах. С другой стороны, считается, что подобный маршрут не является оптимальным и технологичным. Так вот и в этом должна состоять, в том числе, реформа пассажирского транспорта. А где наша система проездных билетов? Где наша система льгот, учащимся, пенсионеров? Чтобы это не било по карману. Действительно так, что люди сейчас требуют себе от дома до работы, чтобы каждому был свой маршрут. Я живу в отрожке, работаю на юго-западном, дать ему маршрут такой. Другой живет в северном, работает на маршмеде, дать ему такой маршрут. Вот сейчас все жалобы, они вот к этому идут. Ну так нельзя, город это не может себе позволить. Поэтому должны быть системы транспортных условий, перехватывающих парковок, пересадка. Не проблема. Такие давно системы существуют. И в течение определенного времени ты вновь не платишь за проезд. Еще одна из проблем в развитии общественного транспорта – сложившийся порядок стоимости проезда. Муниципальные транспортные предприятия работают в убыточном режиме. Законопослушные перевозчики хотят повышения тарифа, нормальной работы, честных конкурсов, согласно возить льготников, если будут соответствующие условия. Но в ситуации, когда муниципальная казна не может компенсировать убытки транспортников, региональная умывает руки, финансовая нагрузка ложится на пассажиров. А вот если бы это было транспортное предприятие, как это было в Советском Союзе, у нас в городе Воронеже обширяли перевозки внутренние городские. ПТП-4, ПТП-5, то есть это крупное предприятие с своими цехами, с персоналом. Смену отработал, автобус оставил, заявочку написал. Утром приходит, слесарей мы уже все отремонтировали, чтобы по заявке. Механик на выпуске проверил, поехал. Отработал смену, вернулся. У нас же сейчас как, вот автобус принадлежит конкретно владельцу, вот он отъездит до 16 часов, а не на линии. Потом он должен его обслужить, если что сломалось, поменять, а утром в 5 утра опять выйти на линию. Это страшная переработка у них, это глубейшее нарушение режима труда и утром. И в конечном итоге, опять же, сказывается на безопасности перевозок, качестве перевозок. Основным выходом из сложившейся ситуации перевозчики считают создание механизмов, которые позволят частным предпринимателям перевозить льготные категории населения, а также получить возмещение за их перевозку. Также в решении транспортной проблемы основной мерой должна стать замена автобусов меньшего класса на средний и большой, плюс уменьшение количества транспортных средств и увеличение интервала движения. Владислава Витковская, Валерий Бобкин, 41 канал. В Воронежской области намолотили зерна меньше, чем в прошлом году. Как подсчитали статистики, на 1 октября в регионе собрали всего 3 миллиона 180 тысяч тонн. Этот показатель составляет 61% от уровня прошлого года. По данным Воронежстата, средняя урожайность зерновых составила 30 центнеров с гектара. Аграрии Семилухского и Нижнедивитского районов добились урожайности в 37 и 39 центнеров соответственно. А вот самая низкая урожайность зафиксирована в Поворинском районе. Всего 21 центнер с гектара. Выкопано 623 тысячи тонн картофеля, в среднем по 139 тонн с гектара. Собрано 282 тысячи тонн овощей, при средней урожайности в 194 центнера с гектара. Продолжается уборка подсолнечника. Его намолочено уже более 550 тысяч тонн. Ведется уборка сахарной свеклы. На приемные пункты доставлено 1 миллион 228 тысяч тонн, что на 15% выше уровня прошлого года. Валерий Бобкин, 41 канал. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41 канала и на нашем YouTube-канале. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!